Вот, так что это, ну, ты про UI правильно хочешь поговорить? Ну, про UI, про вообще, какой у нас проект, что в нем интересного. Возможно, это будет интересно не только мне, не только тебе, кому-нибудь еще, посмотрим. Супер, погнали. Да, погнали. Короче, ну, наверное, с общей информацией, меня Кирилл зовут, я 10 лет имею счастье заниматься проектами, которыми хочу заниматься, и обучаться там всякому, получается, за деньги работодателя, я обучаюсь всякому, это очень круто, всем советую, 10 из 10. Писал всякое на Детнете, на PHP, на Java, на чем угодно писал, и остановился в итоге на фронт-энде и на JavaScript, JavaScript, потому что он такой, ну, у него концепции прикольные, реализация, вот все бухтят на реализацию, возможно, она местами не очень клевая, а концепции мне нравятся. Какие-то в сторону функционального программирования в нем есть реверансы в эту сторону, но... Концепции, подожди, концепции именно языка или концепции браузера дома? Нет, языка, конечно, языка. Именно JavaScript versus там C-sharp, да? Ну да, вот что-то типа такого. То есть функциональщина без Haskell. Haskell я пока что не осилил, очень хочу однажды к этому делу прийти. Может быть, там, не знаю, Скала. Скала, естественно. Вот, но пока что вот JavaScript как новый basic такой, но с прикольными концепциями функционального программирования и особенно прикольно к нему прикрутили TypeScript. Вот это вообще абсолютно божественная штука. Мне очень нравится арифметика над типами в TypeScript. И, ну, естественно, большие приложения на голом JavaScript писать невероятно сложно. Некоторые могут сказать даже, что не нужно. Но, ладно. У меня есть пару предпроджектов. Не знаю, насколько это интересно. Я делал аналог пункта Switcher. Там, забавная, типа, пункта, это на каком-то, по-моему, итальянском или испанском языке точка. Я его писал на Дотнете и такой подумал, ага, Дот. Дот Switcher. То есть, по сути, та же самая. Но... Отлично, расскажи, но интересно, типа, в чем идея была. Уменьшить функционал. И по возможности, моя цель была по возможности сделать маленький кодбейс, чтобы его можно было просмотреть глазами, а-ля для параноиков, что вот, типа, вот весь код, вот нигде нет никакого вызова, никакой отправки, никакой информации, никакого сохранения, никакой информации. Вот весь алгоритм перед глазами. На самом деле, это не так легко. Потому что он клавиатуру, да, читает твою? Да, конечно, да. Это супер неприятно, когда есть хук на всю клавиатуру, даже на те поля, которые якобы, ну, типа, читать не стоило бы, типа, пароли. Вот. Но на самом деле, там огромное количество борьбы с операционкой. Операционка к этому делу, конкретно Windows, я на Windows тогда ориентировался, не очень хорошо она это дело предусмотрела. То есть, ну, короче, я заболелся на том месте, где попытался сделать хоткейс с альтом. Вот альт – это специальная кнопка, вин – это специальная кнопка, и сделать так хуки, чтобы эти кнопки отрабатывали, как горячие кнопки, у меня не получилось. Ну, и к тому времени уже я и на Mac перебрался, и как-то я этот проект подзабросил. Ну, такая вот интересная штука, в результате которой, ну, можно сделать, можно обнаружить интересную закономерность. Людям далеко не так важна приватность, как мне казалось, допустим. И в выборе между удобством и приватностью, а это всегда противоположные вещи, люди выбирают удобство и просят кинуть им скомпилированный бинарник, а не скомпилировать его самому. Такая вот забавная штука. Вот. Но однажды в результате своих поисков, за чьи бы еще деньги можно было учиться, я пришел в одну интересную контору, в которой очень много R&D с прикольными технологиями. Вот. И основное направление деятельности этой конторы, это, по сути, оказание разного рода услуг трейдерам на американских биржах ценных бумаг. Ну, это не крипта, это акции. И там, типа, репорты, посредничество, такое. То есть работа с американскими биржами. Основной, собственно, проект, основной продукт там написан на очень прикольной Java, которая не аллоцирует. То есть, по сути, сделали из Java какие-то там, не знаю, ну, не плюсы, но, короче, такое очень ручное управление памятью на Java, потому что отрабатывать разные вещи, разные детальки должны за микросекунды, и просто нет времени запустить garbage collector. Поэтому garbage collector там специальным образом открутили, и на специальном таком, по сути, диалекте Java пишут, не аллоцируя. Там аллоцируется в начале дня огромное количество памяти под все нужды, и дальше переиспользуется, и garbage collector в этом не участвует. Там много еще интересного. Удобно так писать? Знаешь, ты знаешь, я, к счастью, я к этому проекту не имею отношения. Там очень много интересного, как мне говорили, legacy кода. Я бы, наверное, не хотел в этом разбираться, просто как сайдноутс упоминаю, какие тут рядом технологии бывают. Я просто думаю, типа, ничего, что я тебя перебиваю? Конечно, конечно. Ну, типа, я не очень хочу монолог, на самом деле. Да, ты пожалеешь, если я буду спрашивать. Обязательно. Просто, типа, когда ты пишешь на Java, такое ощущение, что у тебя выделение, это вообще на каждую чих, там, знаешь, в любой функции какой-нибудь лонг выделится, и, типа, если это все вручную делать, это же ужас какой-то там. Интересно, как это устроено, конечно. Да, однажды, возможно, я туда тоже загляну. Я думаю, дело в том, что там используется не очень разнообразная логика, то есть я абсолютно уверен, что там не используется 90% возможностей языка, и Java выбрана просто потому, что это не плюсы. Просто потому, что вот плюсы, это очень стрёмно и местами непредсказуемо. И для людей, которые делали это решение в архитектурном плане, это был более предсказуемый язык с более предсказуемыми рисками. Это своя виртуальная машина или это свой garbage collector, или что там у них свое? Это, по-моему, это попатченная виртуальная машина. Типа как оригинальная Java, но попатченная. Знаешь, вот таких деталей, к сожалению, не знаю. Ну да, смотри. Вот, в качестве, ну, вокруг этого всего, в смысле не вокруг, а сзади этого всего, должна быть какая-то база данных, и, возможно, какие-то куски бизнес-логики на этой же базе данных сделаны, и эта база данных тоже должна работать с огромной скоростью. И в финтехе есть широкоизвестная в узких кругах разработка, называется KDB+. Не слышал о таком? Не, не слышал. Ну, как будто что-то слышал, но прям очень только название, скорее всего. Это колоночная база данных, ну, точнее, это в первую очередь интерпретатор, который, он так хитро сделан, он получается очень маленький, и разработчики заявляют, что он помещается в кэше процессора. Из-за этого он работает фантастически быстро, и при этом стоит фантастических денег. Он может отрабатывать какие-то агрегации над данными за квартал, а это порядка 10 гигабайт в сутки на наших данных. За квартал он может не по всем колонкам отрабатывать агрегации за пару минут. Это суперприкольная штука, но она разрабатывалась еще в 90-х, и у нее есть определенного рода архитектурные недостатки, опять же, о которых я не очень хорошо знаю, потому что я, опять же, тоже не в той среде, просто это интересное окружение наше. И для того, чтобы избежать этих архитектурных недостатков, один из которых, например, однопоточность, у нас есть команда, которая сделала за, по-моему, 5 лет, что ли, доморощенный аналог этого дела, он называется The Platform, theplatform.technology. Это планируется в open-source выводить, я думаю, в ближайшее время. Аналогичным образом колоночная база данных, но в первую очередь интерпретатор своего такого специфичного языка программирования. KDB Plus использует язык Q, язык K, как-то там они поназывали это дело одними буквами, вдохновленный языком APL. Видел, как выглядит APL? Да, 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 конечно. Вот. Это очень забавная штука. Мне кажется, что писать какие-то приложения на APL абсолютно невозможно, точно так же, как невозможно писать их на K и Q. Но у некоторых получается. Работает еще по-дебыстрою. Да, работает фантастически быстро. И в случае нашей разработки еще и гораздо более точно в том плане, что такие вещи, как автоматические преобразования типов вообще не предусмотрены. То есть то, как ты напишешь, так оно и будет работать. Плюс там еще и накрутили вокруг этого и Calculus, это, по-моему, называется модель управления процессами. То есть оно исключительно многопоточное, очень легко параллелится и вот by design сделано гораздо правильнее, чем KDB. На что и, собственно, большая надежда в плане популяризации. Вот. И теперь мы приходим к непосредственно продукту, который является собой аналитическую тулцу этих данных. То есть данных очень много. И есть несколько категорий людей, которые эти данные могут хотеть посмотреть в том или ином виде. Это, например, риск-менеджмент. То есть у людей на риск-менеджменте будут загораться какие-то определенные сигналы в определенные. При определенных условиях они могут каким-то образом строить запросы, которые покажут проблемные места, места, на которые стоит обратить внимание. С помощью этой тулзы тоже можно делать репорты, настраивать репорты. Саппорт этим будет пользоваться. Ну, грубо говоря, если трейдер будет звонить и спрашивать, что там по деньгам, что там мой ордер, в каком состоянии, то будет доступна вся его история. Она и сейчас доступна. Это уже не первая наша попытка сделать подобную тулзу. Этими тулзами мы их делаем уже много раз. Уже, наверное, это пятая итерация. И наши саппорты этим пользуются. Каким-то образом и отчеты тоже создаются. Но это все очень неудобно, потому что UX-еров мы к этому, например, никогда не привлекали и делали все по наитию. И, по сути, проект, который мы назвали Telmeo, я не уверен, что это слово что-то означает, делали с нуля и решили, значит, делать на Qt.qml. В первую очередь, из-за доступности таких ресурсов, как фронтендеры, их сейчас найти, ну, скажем, легче, чем остальных людей. В этом есть и преимущества, и недостатки. Сейчас я об этом тоже могу рассказать. Qt, Qt, Qt и фронтендер. Qt – это джаваскриптовый биннинг и Qt? Или что это такое? Не совсем. Это, значит, из Qt мы используем практически ничего, потому что это плюсы, и мы решили сделать ставку на, собственно, QML, который сам по себе почти ничем не отличается от DOM. То есть это, в принципе, почти то же самое, что браузер с DOM, с джаваскриптом, с вещами, которые выторчены в джаваскрипт через интерфейсы, через маршаллинг, плюсы это все достаточно легко в обе стороны происходит перемещение данных. Но в основном мы пользуемся джаваскриптом и такая вот возмутительная для многих, опять же, деталька бизнес-логика приложения у нас написана на TypeScript. Это возможно, потому что джаваскрипт является родным языком для какой-то функциональной части QML, то есть этим всем можно управлять, QML компонентами можно управлять из джаваскрипта. Вот. На самом деле это очень похоже на React. То есть там есть концепция. Ты что-то еще хочешь добавить? Нет, похоже на React, и я сразу... В чем похоже-то? Там есть VDOM прям? Нет, не, этим похоже. Декларативным подходом похоже, да. То есть почти один в один описываются компоненты и дерево компонентов в их инстанциированном виде. Только вместо тегов получается свой синтаксис определения компонента, который тут же, собственно, и инстанцируется. Его можно руками инстанцировать, но в основном используется декларативный подход, такой себе реактивный. Там есть заранее предустановленные observable объекты. То есть в первую очередь оно ориентировано не на джаваскриптовые модели данных, а скорее плюсовые. И главная концепция моделей данных – это сигнал, что, собственно, что-то поменялось с разной гранулярностью. То есть гранулярность списков – это элемент добавился, элемент удалился, элемент переместился. Гранулярность каких-то там мап, там они называются, ключи в мапах там называются роли. Это, собственно, какая-то роль поменялась. Подожди, то есть там ключевой момент – это observable, да? Да. А observable – это же до было, до React. Это какая-то более старая модель, по-моему. Я уверен, да, что не React придумал реактивное программирование и декларативное описание интерфейса, но… Не-не-не, подожди, смотри. …самую огромную популярность, да. Но React как раз… React же нереактивный. Он… Как это сказать-то? Короче, React – это нереактивная программирование. То, что понимается под реактивным программированием, это именно вот эти observable, ты что-то поменял, и тебя само определилось, что перерисовать. React, ну, он типа так не умеет. React – это топ-даун рендеринг всегда. Вот. Его называют декларативный подход. Имеется в виду, что ты, типа, не пишешь мутации UI, а пишешь UI с нуля, а он сам его мутирует только то, что нужно. Вот это как бы декларативный подход. Да, ты прав. Забавно в таком случае, что React называется React, несмотря на то, что он декларативный, а не реактивный. И тут я с тобой согласен. Но это на самом деле реализация, и, в принципе, вопрос в том, под каким углом на это посмотреть. То есть, как в случае с, не знаю, таблицей, которая с одной стороны посмотришь, это список строк, а с другой стороны посмотришь, это список колонок. Тут получается React. С одной стороны посмотришь, это рендеринг с нуля каждый раз на каждый кадр. А с другой стороны посмотришь, это в какой-то момент диффы, которые применяются реактивно относительно модели данных. Вот. Тут действительно, да. Я просто предлагаю называть, типа, реактивная модель, это реактивная модель. Ну, как бы, она тоже свои плюсы там, наверное, какие-то есть. Интересно было бы, кстати, сравнить опыт написания. Просто давай отделять. Типа, можно найти общие части, но давай отделять то, что реактивный подход – это реактивный подход, а декларативный – это декларативный. И опять же, когда ты говоришь декларативный, ну, тут как бы, вот, короче, с терминами почему-то у фронтендеров всегда очень плохо. И из названия слова обычно очень сложно понять, что имеется в виду. И когда говорят, смотри, как говорят декларативный подход, не имеется в виду, что где-то есть какое-то описание. Имеется в виду вот вполне конкретная модель с вот этим вот дифом, когда ты, блин, ну, в принципе, реактивное программирование, наверное, тоже декларативное в каком-то смысле. В каком-то смысле, да. Да, да, да. Ну, просто, мне кажется, продуктивно именно обращать внимание на то, что это другой подход, потому что, ну, в конечном итоге мы хотим, наверное, понять, какие бывают подходы. И, ну, классифицировать их, да, и там, и сравнить. Проще сравнивать, когда у всего есть свое какое-то конкретное название. Вот. Мне кажется, реактивный подход немножко все-таки другой. Ну, окей. Сори, что перебил тебя. Я думаю, что мы еще вернемся к концепции. Да, да, да. Я думаю, что мы сейчас буквально вот скоро вернемся к концепции реактивности. Да, я с тобой согласен. И да, в терминах есть в терминологии определенная проблема. Я бы не говорил, что это исключительно проблема фронтендеров. Те же термины в языке, я не помню, как в языке APL, а в языке Q, который кэдибишный язык, там вместо функций первого порядка и второго порядка используются понятия verb и adverb. То есть как это прилагательно. Verb и еще две буквы добавили. Да, смешно, да, смешно. Ну, я согласен, проблемы у всех есть. Начиная даже от термина функциональное программирование, учитывая, что функциональное программирование – это не про функции, а про типы изначально. Да. и что все есть функтор или что там, все есть монада. А монада – это еще немножечко функтор. Ну, короче, в этой области я тоже еще не очень хорошо разобрался. С удовольствием в нее погружусь по возможности. Так вот, в какой момент объединяются эти два подхода – реактивный и декларативный? Мы пока говорили, допустим, про декларативное описание интерфейса. И мне кажется, что декларативное описание именно пользовательского интерфейса в приложениях – это way to go и правильный подход, очень удобно. И QML изначально вот такой вот декларативный. То есть мы говорим, что у списка, у итератора какого-то есть модель итерабли, по которой он проходится, и когда он слышит от этого итерабли заодно обсервабли объекта, что что-то добавилось, он добавляет. И тут я вспоминаю, ну, точнее, не вспоминаю, всегда об этом знал, что есть вот такой вот подход, как это изначально называлось, flux – однонаправленный поток данных, предложенный, по-моему, все тем же Фейсбуком, что вот есть какое-то глобальное состояние application state, вот есть экшены, которые, по сути, какие-то мутации над этим стейтом. И вот, будь добр, отобрази нам новое состояние, новый снапшот. Это позволяет time travel, позволяет дебаг, очень удобно. Ну, короче, все знают преимущество такого подхода, хотя в коде оно иногда выглядит довольно стрёмно, когда God Object всем заправляет. Смотри, мне кажется, кстати, вот, да, я как раз хотел тоже вот эту штуку, однонаправленный поток вспомнить. Мне кажется, это как раз в первую очередь упрощает именно код, потому что у тебя, типа, данные лежат в одном месте в нормализованном виде, но, типа, вот для твоего реактивного подхода, да, допустим, где у тебя нужна ViewModel, и ViewModel – это как раз денормализованное состояние. То есть, ну, грубо говоря, смотри, у тебя там где-то слева там в панельке редактор строчки, а справа вся таблица. И когда ты редактируешь там имя в редакторе, у тебя в таблице оно тоже должно меняться. Это, типа, формально это один и тот же объект, но это там два разных обзорова было. Да, а как, откуда они возьмутся? Ну, хорошо бы, если бы они взялись из одного и того же места, потому что если они будут в двух местах лежать, ты что-нибудь забудешь обновить. Ну, и, собственно, React изначально же в Facebook в том числе продавался как средство вот эти inconsistency убрать из UI, когда у тебя в одном месте стейт обновили, а в другом забыли обновить, и у тебя там счетчик не прочитан, что-то неправильно показывалось, вот такое. А вот когда у тебя один нормализованный стор, и из него выводится весь ViewModel и все остальное, оно, типа, как бы проще, ну, чисто в голове проще обещаться. Точно так же, как параллельно, ну, похоже на, собственно, то, что React предлагает и делать из UI, да? То есть раньше же как было, ты нарисовал какую-то форму, и теперь давай ее мутируй, типа, там, склопни панельку, расслопни панельку, вот. И тебе нужно помнить, в каких состояниях она может находиться. А сейчас ты всегда, как бы, пишешь код, как будто ты рендеришь в первый раз, а React там сам переходы сделает. И вот это делать гораздо проще, потому что, ну, типа, первый раз проще что-нибудь, ничего не забыть, скажем так. А когда ты, ну, типа, ты, да-да-да, а когда тебе нужны переходы между состоянием, там, гораздо больше состояния, тебе проще что-нибудь забыть, вот. Поэтому, да, это важная штука. Ну, там, time travel, он как-то приходит, но это такое уже, на самом деле, мне кажется, никто не пользуется, на самом деле. Все верно. Именно такими я, именно такие мысли меня привели к тому, что давайте попробуем в QML привнести вот такой вот подход, и сделать там нормализованный store, нормализованное какое-то хранилище состояния приложения. Оно так и называется у меня AppState. И когда я буду говорить AppState, я буду иметь в виду вот это как раз нормализованное состояние. И как, значит, это состояние теперь привязать к QML? Да, в общем-то, довольно просто. Есть наивный подход, к которому мы сразу пошли. Это property самих вьюшек. Ну, это совершенно то же самое, что property компонентов в React. Они как бы, там есть вот эта концепция байдинга, основанная на observable. Они байдятся на какую-то функцию. Мне это нравится называть редюсер, но тут опять проблема в терминологии, потому что редюсер в, допустим, том же редаксе, это немножко другое, это совсем другое, точнее. Это редюсер, основанный на экшене. А тут как бы это функция reduce над нормализованным application state, ну, которая делает денормализацию, как ты говоришь. Она берет различные поддеревья, создает свои поддеревья. Ну, то есть, получается, несколько деревьев. Одно дерево – это состояние приложения. Это может быть дерево, это может быть база данных. Вот, я так понимаю, что есть приложения, которые на Datomic написаны, и это вполне себе база данных с observable query, верно? Нет, на Datomic там нету, в серобу кверис, к сожалению. В этом было, в ResyncDB, что ли. Короче, observable queries – это очень редкая штука, мне кажется, и толком нет нигде. Мне казалось, что как раз именно эта концепция лежит в основе приложений на Datomic. А когда там принимается решение о том, чтобы запросить, ну, типа, сделать кверю в базюке? Ну, тебе просто нужен query, нужны данные, ты делаешь query, тебе возвращаются результаты, все. Ну, в декларативном подходе данные тебе нужны всегда. Чувствую, что ты мешаешь всегда. Ну, то есть, вот, допустим, вот этот списочек отображает элементы по квере вот такой. И получается, что когда мы записываем дополнительный элемент в базу данных вот этих вот элементов, то списочек автоматически увеличивается. Вот такой вот подход там возможен? Нет. Ну, его можно наколхозить, но как бы так из коробки его нет. Там есть лог-транзакции, которые ты можешь слушать. И вот поверх этого ты можешь наколхозить там свои какие-то подписки. Но как бы таких из коробки подписок нет. Вот. Ну, значит, взяли мы и наколхозили вот эту вот концепцию. Она работает, опять же, через странную вещь. Этот observable в QML сделан таким образом. Там, к сожалению, нету, да и, наверное, не может быть в общем случае дефолки дживоскриптовых объектов. То есть там событие есть, ну, что что-то поменялось у observable объектов, которые на самом деле написаны, ну, по сути, на плюсах. Но всегда есть возможность в проперти какого-либо объекта записать plain old JavaScript object. И вот его, у этой проперти сигнал, что эта проперти поменялась, происходит всегда, когда мы вызываем оператор равно. Даже если это все та же ссылка, типа если объект все тот же, как только мы там вызываем присвоение, тут же эта проперти сигналит, что она поменялась. И тут же ее перечитывают все, кто, чьи проперти, все компоненты, чьи проперти каким-либо образом завязаны на эту проперти. А если это завязаны, эти байндинги, если эти байндинги это функция от, грубо говоря, application state, то тогда они пересчитываются. Вот как реализован этот подход с флаксом в такой достаточно наивной имплементации в QML. Так, подожди, давай еще раз сначала. Ты объяснил про QML или про вашу разработку? Про нашу разработку в QML, к сожалению, ну в смысле, когда я искал разные там, ну что люди написали для этого, есть один человек, который именно что попытался воспроизвести тот же самый подход с нормализованным состоянием и функциями, которые его денормализуют, но не целиком, а частично, конкретно на уровне списка. То есть он сделал модельку плюсовую, которая диффает как бы то, что в список внутрь приходит и получается такой себе маленький кусочек реконсилера на уровне одного списка. Вот. Пока что у нас это используется для списков, а для всего остального используется вот binding в виде функции от application state. То есть, ну, каждая property, которая подразумевает какую-то модель данных или какую-то property из модели данных, эта property забайндена на функцию от application state. Так, погоди, смотри, давай еще раз. У вас есть какой-то один глобальный application state нормализован. Верно, да. И дальше каждый, там, условно, какая-то компонент, да, они, ну, рисуют, типа, часть какую-то этого стейта, ну, каждую свою часть. Ну, да, то есть это другие поддеревья. Вот, и ты говоришь, что... Вот, и вы написали какую-то реактивность поверх этого. А как она работает еще раз? То есть у вас каждый... Вот эти... Да? Там не одна функция, там, ну, property у компонент, которые, ну, хотят поддеревья в качестве моделей данных, поддеревья этого основного дерева. Вот, эти поддеревья возвращают функции, и эти функции – это значение property. То есть мы говорим, что у какого-то списка модель данных – это функция, которая возвращает список. У компонента список, визуального вьюшка, которая является собой список, ей же нужно по чем-то итерироваться. Она итерируется по своей модели данных. Она ожидает какую-то модель итерабли. И в property этой вьюшке QML позволяет засовывать функцию. По сути, любые байдинги – это функции там. Просто это может из синтаксиса быть не похоже на это. Может быть, похоже, что мы говорим, что источник данных для этого списка – это upstate.какой-то список. На самом деле, это функция – взять вот upstate какой-то там список. И вот такие вот функции – вот это вот то, что я называю редюсерами, хотя это неправильно называть редюсерами. Мы можем, наверное, их называть селекторы. В каком-нибудь там reselectе, по-моему, это селекторы. То есть, короче, компонент смотрит на поддерево вот в этом общем стейте, да? Ну, по сути, он смотрит на функцию, в которую замкнута ссылка на вот этот вот глобальный upstate. Если вы меняете какое-то поддерево в upstate, и вы находите все компоненты, которые на него смотрят, и типа их обновляете. Это следующий шаг. Пока что наивная имплементация. Когда происходит обработка любого экшена, любой, по сути, экшен приводит к изменению всего upstate. Сейчас я уже начал это делать, переделывать на какие-то immutable структуры, но пока что для целей быстрой разработки в конце каждого экшена происходит upstate равно upstate. Ну, по сути, upstate равно новый снапшот, но для QML это, в принципе, одинаково. Поэтому, если там сделать upstate равно upstate, все функции, которые использует upstate, а он туда протаскивается через Symbleton, они все перечитываются. Перечитывают upstate и делают поддеревья свои. И следующим шагом было бы сделать иммутабельную структуру и эти функции, которые селекторы, выделить, их не писать, допустим, в QML, а выделить в отдельные группки функций, все еще чистых функций от upstate и от каких-то аргументов, и там их можно мимоизировать. То есть тут все, в принципе, прикольно и есть где оптимизировать и уже нужно оптимизировать, потому что если пересоздавать все компоненты, ну, там они иногда пересоздаются, иногда как-то меняются, это уже QML решает, что с ними делать, но слишком часто пересоздаются, то получаются фрезы. Мы хотим от этого избавиться методом создания мимоизированных селекторов над appstate, который будет иммутабельной структурой, ну и дальше все как стандартно это уже работает в каких-то там реализациях редакции. Реселект, не знаю, возможно, реселект. Но, к сожалению, еще вот про списки, то есть по сути кто-то должен диффать. Либо этот кто-то – это обработчик экшена, который знает, что это за экшен, и методом манипуляции над иммутабельной структурой делает новый как бы снапшот состояние, в котором из ссылочной прозрачности понятно, что поменялось, и как бы диффалка по сути бесплатная. Либо какой-то диффалке мы сообщаем, что вот сейчас такой снапшот, сейчас такой снапшот, и она внутри себя диффает. Так вот для списков вот эту диффалку сделал один из чуваков, который, судя по всему, его мысль пошла в том же направлении. Его список может выдавать сигналы перемещения и удаления. То есть в ссылочной просто модели, иммутабельной модели данных, где у нас есть там ссылка та, ссылка та, сама по себе эта модель иммутабельная, она не дает достаточно информации, вернее, она дает достаточно информации, но из коробки там нет вот этой концепции, что мы можем без диффалки понять, что что-то переместилось. А иногда для анимации, допустим, в QML перемещение – это не то же самое, что удаление и добавление в другое место. То есть мы используем заранее написанную вот эту вот штуку для списков и иммутабельную структуру собираемся сейчас сделать в качестве нормализованного аппликейшн-стейта. Вот. И тут наши прекрасные чистые функции разбиваются об концепцию сайд-эффекта. Сайд-эффекты нужны. Программа без сайд-эффектов никому не нужна. Нам нужны сайд-эффекты в виде работы с сетью, в виде работы с файлами. Ну, опять же, стандартная тема. И я пошел искать, как же это сделано, опять же, в нашем любимом реакте. Слушай, давай… А что именно разбивается? Ну, на самом деле, типа вот однонаправленный поток данных, он, в принципе, хорошо работает с сайд-эффектом, потому что тебе все равно, кто поменял глобальный стейт, сайд-эффект или ты сам. То есть, как бы, красота реакта – это как раз в том, что тебе пришел сетевой реквест или юзеркноп нажал или еще что-то. Ты все это превращаешь в экшен, который меняет глобальный стейт, а дальше все общим образом применяется. Это как бы нет проблем вроде. Верно, но есть еще промежуточное, как бы, локальное состояние той штуки, которая делает сайд-эффекты. В принципе, есть, как бы, ну, не совсем два разных варианта. Спиннер, что ли, или что? Что ты говоришь? Спиннер, и сейчас мы тоже об этом поговорим, но начнем с более простого примера. Это файл, который должен хранить в себе, допустим, пользовательские настройки. И в принципе, в принципе, это можно написать как компонент, который рендерит в кавычках какое-то поддерево, которое является пользовательскими настройками. То есть вот сам момент, когда нужно сохранить на диск, может триггериться либо императивно, либо декларативно. И в случае файла, допустим, с пользовательскими настройками, я это сделал декларативно. То есть когда мы меняем какие-то вещи в application state, которые результируют в немножко другое поддерево, которое является сохраняемыми данными, сериализуемыми, как бы, задуманными к сериализации на диск, этот компонент, который выглядит так же, как вьюшка, вместо того, чтобы рисовать по экрану, рисует по файлу. Это, ну, как бы, рендеринг в кавычках каких-то вещей неграфика. Что? Остроумно. Ну, да. Просто я неоднократно с товарищем обсуждал вот эту вот концепцию рендеринга неграфических вещей, но он в своем познании настолько преисполнился, что пошел дальше, и в каких-то, ну, будем считать, это CI-системы, CI-CD-системы, пришел вообще к концепции рендеринга состояния на процессы и на инсталляции. Да-да-да, если это же известная штука, что вот эта модель React, ее начали там ко всему на свете применять, 3D-сценам, там, да, конфигурация серверов, ну, хорошая модель. Модель прикольная. В случае с рендерингом в процессы и в инсталляции, прости господи, это, конечно, брак в плане, это сложно понимать, это сложно поддерживать, но окей, в случае рендеринга файл, мне кажется, все еще мы не делаем чего-то из головы, типа мозговыносящего. То есть рендеринг на экран, в принципе, ну, не супер сильно отличается от рендеринга файл, верно? Вот. И чтение из файла, ну, будем считать, что не сильно отличается от пользовательского нажатия на кнопочку. То есть тут все, в принципе, неплохо. В принципе, все декларативно. Можно ли декларативно описать состояние отправленности сообщения в сеть? Отрендерить, таким образом, в кавычках, отрендерить состояние отправленности сообщения в сеть. Ну, типа спиннер, типа мы грузим что-то или как-то. Не совсем. Что-то другое. Я не придерживаюсь тут концепции запрос-ответ, я придерживаюсь концепции много запросов в одну сторону и много ответов в другую сторону. То есть это поток сообщений туда и поток сообщений обратно. Это что такое состояние отправленности тогда? Типа какой критерий успешности и отправленности? Это попытка, я думаю, неудачная. Вот эту вот концепцию рендеринга в сайд-эффекты натянуть на вот этот поток сообщений в сеть. И оно так не работает. Ну, типа не получится. То есть, ну, это могло бы, это, ну, типа попытка применить эту абстракцию. В таком случае мы бы, допустим, снапшот состояния приложения загрузили, и там в этом снапшоте хранится информация, что отправлены сообщения А, Б и В. И сетевой компонент смотрит, ага, мне нужно отрендерить состояние отправленности сообщения А, Б и В. И он такой хоп, отправил, хоп, отправил, хоп, отправил. Eventual consistency привела в итоге в состояние консистентности, мы пришли в состояние консистентности application state и сетевого состояния. Ну, это, ну, это, короче, уже течь абстракция начинает, прям нормально так течь. Я не уверен совсем, что стоит так делать, и я так делать не буду. Пошел я смотреть, как же это делается в React, конкретно в Hook'ах, потому что это же самое свежее, это же мы туда пришли в результате всех наших мытарств фронтендерских. Я так понимаю, что за Hook'ами стоит концепция алгебраических эффектов, в которой я тоже до конца не разобрался, но, в принципе, что-то там слышал, где звон. И, опять же, товарищ мне рассказывал, там довольно интересная концепция. Я не смогу, к сожалению, воспроизвести рендеринг для синтаксических конструкций, а не данных. То есть, блин, я не знаю, не могу объяснить, к сожалению. Он мне сказал, иди читай алгебраические эффекты, это оно. Возможно, это оно. Кстати, тоже не могу запомнить, что это такое. Да, алгебраические эффекты, они периодически всплывают, без шансов вообще. Да. Судя по всему, оттуда пришли Hook'и. Ну, в Hook'ах так и написано, что, типа, вот пришло из этого, из этого и алгебраических эффектов. Окей, use state понятно, привязывается к какой-то... Получается, как мне это видится, что параллельно с деревом компонентов, вот этих виртуальным нарисованным деревом компонентов, рендерится такое же дерево состояний. И функция use state подсовывается именно та, в которой замкнута соответствующая нода, соответствующая, ну, типа нода, соответствующая ноде в дереве компонентов. Тут окей. Есть use context, который позволяет пробрасывать вещи на несколько уровней ниже. И эта штука, кстати, в QML идет бесплатно, потому что там к переменам можно обращаться из верхнего скоупа, как будто бы это JavaScript переменная. Да, это выглядит так прикольно, но в целом это удобно. Это выглядит грязно, но это удобно. И там в QML много грязных и удобных вещей, что мне, в принципе, и понравилось. То есть есть use state, есть use context. И как же, спрашивая у Google и у документации, я отправляю сообщения в чате, допустим, через WebSocket. Ну и тут все просто говорят, ну, типа у нас тут есть use ref, на, храни там свое состояние сокета. То есть в итоге получается, что у нас просто где-то это состояние хранится в stateful, в императивном виде. И нажимая на кнопочку отправить сообщение, мы в какой-то момент не из application state, потому что это иммутабельная структура и обработчики экшенов. Это чистые функции от аргументов и application state, которые возвращают новые application state и больше ничего не делают. Ну, если их ответственность ограничить таким образом, получается, что где-то поближе к кнопочке происходит вызов вот этого вот, сокет точка, отправить сообщение. И вот эта вот вещь, она до сих пор меня беспокоит. Я, мне кажется, что что-то тут нечисто, что это можно сделать как-то по-другому. Ну, придется пока что жить так. Что ты по этому поводу думаешь? Я на самом деле вообще не понимаю, о чем проблема. Ну, естественно, где-то у тебя будет отправка сообщения в сеть. И я говорю бы, я не вижу проблемы здесь особой. Ну, а кто это делает? Кто эту отправку сообщения в сеть вызывает? Это императивный вызов. Ну, кто ее инициировал, кому она нужна, тот и вызывает. Ну, она нужна одному, а инициировал другой. Вот в чем дело. Ты имеешь в виду, что ответ нужен кому-то одном? Ну, типа того, да. Типа какие-то данные запросили, да? Да, верно. То есть, это именно что концепция данных в ответ на какую-то квирю. Возвращаясь к специфике конкретно нашего приложения, у нас есть квиря, которые мы сейчас редактируем. Есть редактор квирей, который подчиняется всем этим однонаправленным потокам данных. Мы рисуем составные части квири, мы их редактируем в приложении, делаем новые снапшоты application state, все хорошо. И вот теперь нужно эту квирю, во-первых, отправить на сервер для получения ответа. Во-вторых, при получении ответа отобразить табличку, при том, что у меня есть подозрение, что сами данные таблички, они не совсем принадлежат вот этому самому application state. Точнее, может быть, как-то они принадлежат, но они, получается, слишком сильно привязаны к, как бы это объяснить, смотри, там модель таблички, для нее недостаточно данных. То есть, модель таблички по данным можно построить, в принципе, на первоначальный, допустим, ответ с данными. А вот при погенации должны вызваться принципиально другие императивные методы у этой табличной модели. И, допустим, при перемещении колонок должны императивно вызваться достаточно другие методы у этой табличной модели. Получается, что отрендерить состояние application state в табличку просто так, ну, я, если честно, не знаю как. Ну, то есть, это можно все выразить через какие-то описания этого состояния. И вот, как я уже говорил, рендерить сайд-эффекты из application state. Но, в принципе, когда ответ с данными приходит с сервера, грубо говоря, где-то вызывается императивный какой-то вызов у таблички, которая табличная модель для вьюшки. Не знаю, насколько я понятно объяснил. Не, ну, ничего туда не очень понятно. Ну, в моем представлении, что, ты вот редактируешь запрос, нажал кнопку сделать или в момент тайпинга. Ты делаешь запросы к серверу, потом тебя где-то есть... Ну, опять же, ты делаешь это кто? Ну, прям вот, короче, фон клик или там у кнопки показать результат. Прям там и делаешь. Вот, а потом у тебя приходят ответы, и ты, собственно, их складываешь в application state. Ну, вот, пока что, пока что я не складываю. То есть, возможно, это было ошибочное решение, но мне хочется application state держать в сериализуемом виде. Данные пришедшие, они в виде синтаксической конструкции вот этой вот платформы. То есть, по сути, это, ну, можно считать блок. То есть, короче, ты хочешь сохранить запрос, но не хочешь сохранять ответ. Да. Да? Да. И то есть у тебя проблема в том, что у тебя есть некий подкомпонент, в который ты хочешь доставить данные, пришедшие из сокета, минуя глобальный application state. Да, 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 именно это. В некоторых местах общие, в некоторых разные сокеты. То есть, сокеты сейчас инстанциируются в вьюшках. Ну, и, в общем-то, в QML это один из немногих способов инстанциировать что-то. И если оставаться на концепции, что вот мы чистый, допустим, QML, который создает вьюшки и которая создает вьюшки, то, допустим, сетевой компонент, ну, сокет, репрезентация сокета, она создается в вьюшке. Это удобно тем, что QML занимается lifecycлом, и если в новом, как бы, снапшоте application state не будет окна, в котором этот сокет инстанцирован, то он все за собой автоматически почистит QML. То есть, удалением занимается QML, и, в принципе, это довольно прикольно. Да, я тоже, кстати, в React мне эта фича очень нравилась, что там есть хук на создание и на удаление компонента. Это очень удобно, да. Такие сокеты как раз приделывают всякие. Ну, вот, ну, смотри, вот у тебя есть компонент, он сам создает сокет, сам делает запросы, сам еще не получает ответ. Что тут в чем проблема? Да, проблемы как таковой на самом деле нету. Просто вот такие вот особенности как раз они, ну, мне это выглядит, как они выбиваются из общей концепции, и это как раз то место, в котором эта абстракция недостаточно. То есть, так же, как этой абстракции недостаточно там, где в React-е useRef происходит, так же получается и тут нужно хранить где-то этот stateful, этот объект, и просто к нему обращаться. Более того, он у меня еще и сейчас такой немножечко совмещенными двумя концепциями. Он слушает QUIRU декларативно, но у него есть императивный метод отменить запрос. То есть, если мы ждем сейчас ответа, кнопка отменить запрос, она не через application state идет, она идет напрямую. А вот новый снапшот запроса, его слушает вот этот вот компонент, который является подпиской на QUIRU. Он, допустим, принимает решение, что вот эта вот QUIRU, она принципиально новая, поэтому надо сделать unsubscribe и subscribe на другое, а вот эта QUIRU от той QUIRU отличается не сильно, поэтому мы можем сделать что-то на клиент-сайде. Вот. Такой вот stateful компонент, который, к сожалению, является вторым источником истины для приложения. Ну да, печально. Ну, в принципе, как бы локальный state, мне кажется, его нужно embrace, типа принять, потому что вообще локальный state, он как бы не очень красивый, но удобный. И в целом логика приложения даже выигрывает, когда у тебя какие-то вещи спрятаны из общего state, локальный, мне кажется. Да, но, к сожалению, это не просто локальный state. У тебя просто, видишь, у тебя какая-то, похоже, что сложная логика с запросами, ты хочешь их там диффать, короче, там запускать, останавливать. Да. Ну, если это так, ну, типа, и у тебя много такого кода, то, наверное, там тоже можно наградить какой-то реакт поверх этого, который запрос уже будет дифф. Ну, смотри, ну, как бы, сейчас, погоди секунду, ну, в концепции реакта, наверное, кстати, можно написать компонент, который оборачивает внутренний компонент, является для него источником данных, а сам, типа, делает фетч-запрос, например, да. Мне кажется, даже будет реакт идиоматично, скорее всего, так как-то это все и делается. Это если один компонент использует состояние вот этого stateful объекта. Но так получается, что его используют несколько компонентов. И, допустим, лодер, который мы уже упоминали, в данном случае, мне кажется, то есть тут уже пошла футовщина, мне кажется, что вот этот вот лодер тоже не совсем корректно хранить в application state, как флажочек, что вот лодер нужно показать. Потому что, по сути, это получается репрезентация тех вещей, которыми мы не владеем. Application state не владеет состоянием сетевого компонента, ни ответом, ни, допустим, никаким внутренним состоянием сетевого компонента application state и все, что вокруг него не владеет. Поэтому подсовывать туда, если говорить про time travel или debug какой-нибудь, или там тесты, подсовывать туда снапшот, в котором флажочек loading, вот чтобы показать лодер, он выставлен в true, это некорректно, потому что никто не сделал тот запрос, в результате которого этот лодер появился. Понимаешь? Потерял мысль. Философия. Ну, смотри, есть в application state, допустим, традиционно флажочек, который говорит, что нужно показать крутилочку, типа запрос пошел. И теперь мы берем и вот это вот снапшот состояние помещаем в какое-то чистое, девственно чистое приложение. И у него появляется крутилочка. Но это, мне кажется, идеологически неправильно, потому что крутилочка-то появляется, но того компонента, который пришел в состояние этой крутилочки, нет. Не, ну крутилочка, мне кажется, должна быть, да, локальным стейтом того компонента, который, собственно, запрос делает. Вот, да, да. К этому я тоже со временем прихожу, и получается, что у приложения несколько источников истины, что просто лично мне не нравится. И так не нравится, и так не нравится. И так не нравится, и так не нравится. Все плохо. Вот. То есть на самом деле тут никакого конкретного вопроса к тебе нету. я просто описываю, как достаточно прикольно местами, а местами не очень прикольно разрабатывать приложение на QML, конкретно даже без учета Qt с плюсами. Это более чем возможно. Синтаксис QML и его особенности изучаются за несколько недель любым фронтендером. и в принципе он местами даже удобный, хоть бы даже и лейаутилкой, в которой можно сослаться на другой компонент. Это не огромная махина, типа операционка, как браузер. Это реально лейаутилка, в которой ты можешь сказать, что вот этот компонент такого размера, как он тот. И этого в React жутко не хватает. Это настолько развращает и к этому настолько привыкаешь, что я вот там маленький какой-то сайт-проект пытался наклепать быстренько. Я на каждом шагу спотыкался. Я вот хочу сослаться на вот этот компонент. Ну вот же он заинстанциирован. Ну или потом будет инстанциирован. Когда будет инстанциирован, тогда и сошлешься. В QML это очень прозрачно, очень легко, как и скоуп повыше. То есть ты ссылаешься на переменную, которая была объявлена выше. В другом файле, неважно, в дереве компонента выше. Это развращает. Прикольно. То есть ты, короче, утверждаешь. Ну вообще в целом расскажи, может быть, про какие ключевые отличия. Но вот ты какие-то перечислил в целом, как экспириенс разработки на QML против браузера, допустим. Не знаю, перформанс, например, дебаггинг или еще что-нибудь. Дебаггинг иногда плохо, потому что DevTools, как в Хроме, нигде нету такого. Да, DevTools. Брэкпоинт, да. Топчик вообще. Брэкпоинт, в принципе, можно поставить в JavaScript коде, если он находится внутри компонента на, ну, типа, QML файл. Но кроме QML файлов, можно использовать MGS файлы, то есть модули. И вот в модуль он, к сожалению, зайти не может. Приходится достаточно сильно много пользоваться логгерами. И вплоть до того, что логгер дампает весь application state или какие-то там сложные-сложные объекты, из консольки мы копируем, вставляем в браузер, в консоль браузера и раскрываем там вот этого дерева объектов, смотрим там чего, куда. Вот. Но в принципе, в принципе, через какое-нибудь общение через веб-сокеты с браузером можно сделать нечто похожее на React DevTools с, опять же, time travel, если это все реализовать. Если реализовать... А live reload есть? То есть это как... Следующее как раз, что я хотел сказать, да, live reload. К сожалению, ну, там тот же, по-моему, человек, который делал дефолтку для списков, списков, я не уверен. Ну, короче, эти идеи на поверхности, эти идеи сейчас уже есть, они все уже знают, понятное дело, все пошли их совать куда могут и куда не могут, потому что без этого теперь тяжело уже, когда вкусил плод познания, уже как бы хочется иметь эти возможности. Есть возможность live reload, и для локальных у нас есть отдельная страничка в приложении, где мы тестируем какие-то маленькие компонентики. Для маленьких компонентиков это подходит, но в том случае, если там какие-то QML компоненты инстанцируются типизированными, и вот эти типы в итоге потом не могут сойтись, в смысле, что этот движок пишет «не могу привести тип 325 к типу 14», хотя на самом деле по тексту это один и тот же тип, просто оно его прилайврило, дропнуло метаинформацию, создало заново, и это уже не тот тип, что сбоку. Я думаю, что... Что значит «не могу привести»? ему не нужно разве просто новый тип от рендера? Ну типа в React же как работает, если ты один компонент старый заменил на новый, он просто старый выканет, новый отрендерит, и на этом как раз работает Live Reload, потому что ты переопределил класс с компонентом, это просто новый класс, он просто рисуется новым сразу. Типа он property не сохранит, но все равно рисуется. Там property типизированные, и вот при попытке назначить типизированной property другое значение с другим типом, это прям по его мнению другой тип. Типизированные через что? Через QT-шные способы, то есть QML компоненты это не совсем джаваскриптовые компоненты, это как бы ноды дом-дерево, торчащие тебе в язык, в как бы разметку, и ты можешь сказать, что у вот этой кнопочки есть property типизированная типом int, прям реально int, или типом string, или типом my awesome type, и вот при попытке потом my awesome type туда засунуть из пришедшей леврии лода, оно говорит, что my awesome type привести не могу, потому что у них циферки разные, в смысле это для него разные типы, вот, я думаю, что это в принципе решается общим корнем live reload, я это пытался делать на местах, а вот если у hot reload корень это корень всего application, то теоретически это можно сделать, но точнее не прям общий корень всего приложения, а общий корень всех мест, где используются типы, которые мы хотим привести к себе же, вот, как-то так, то есть, чтобы типы не проходили через границу hot reload и перезагружались, допустим, целиком внутри какой-то в поддереве компонентов, но, к сожалению, пока что, у меня не было сильно много времени на это, к сожалению, пока что получилось, что табличная модель просто дропается и я не знаю почему, просто типа смотри, какой-то и что-то поменял в JavaScript, нажал перезапустить приложение, оно там пересобралось или просто перезапустилось и смотришь на выверсию как-то так, да? По большому счету да, но я же говорю маленькие компоненты, которые, ну, грубо говоря, контролы, если хочешь застайлить какие-то контролы или какую-то локальную логику, не использующую ничего из внешнего мира или через интерфейс JavaScript объекта принимающие проперти, это можно делать с лайбреводом типа в изолированном каком-то месте, даже получилось подружить с файл вочером, то есть ты просто нажимаешь Ctrl-S и обновляется сам компонент. Все приложение пока что не получилось, но мне кажется это возможно, но из коробки нет. Есть какая-то штука под названием Felgo это какая-то контора с каким-то продуктом для QML, я вот только название слышал, еще попытался это дело прикрутить, с полпинка не завелось, поэтому я не знаю какие там возможности Hold Reload, но они обещают, что есть. Я не знаю, как это там работает, пока что не получилось завести, но я думаю, что это возможно. прикольно. Так, что еще про QML? Быстродействие. По-моему, главный фриз происходит в том месте, где происходит JSON Stringify довольно большого поддерева Application State, в том месте, где это сериализуется для, сохраняются настройки, пользовательские настройки на диск. Там их достаточно много, вот эти все квири, они в развесистых структурах лежат, это исторически сложилось. В остальном какой-то порезанный движок, они взяли, я так понимаю, V8, порезали его и назвали V4. Не очень задумывались над названием. В принципе неплохо. То есть в работе в принципе неплохо, в разработке на среднячковых ноутбуках очень больно. На 13-го года макбуке нормально, даже дебаг. А на каких-то там i5 виндовых ноутбуках типа для офисной работы я бы сказал, что невероятно больно и дебаг вообще невозможно. То есть просто не дождешься того времени, когда оно становится на бэкпоинте. Так, что еще, что еще из разработки? Там есть какой-то графический редактор, форм, этим никто не пользуется. CSS как такового нету, но в принципе язык достаточно простой и можно всюду просунуть синглтоны, которые берут стилевую информацию из одного файла. А сам вообще сам процесс, как это выглядит разработки, это какой-то C++ проект, или редактор свой, или WS-код обычный? У WS-кода есть подсветка QML-ного синтаксиса, но, к сожалению, только подсветка. Там идет в комплектации с Qt Qt creator, сам написанный на Qt, местами очень сратый. То есть там полно багов UI-ных, то есть вплоть до того, что, ну, типа, пример такой, делаешь new файл, там, кстати, подход не очень прикольный, как в Visual Studio, у тебя проект, это не папка, а проект это то, что напихано в специальный файл, и там есть либо Proge файл, тоже как в S-коде, либо CMake lists, которые управляют всеми файлами в проекте. Вот, и есть еще специальный файл QRC, куда запихиваются ресурсы для того, чтобы быть скомпилированными в бинар. QRC забавный баг, нажимаешь там, типа, добавить файл, нажимаешь escape, и все, ты уже не можешь в следующий раз добавить новый файл, просто эта опция в меню неактивна. У тебя была возможность добавить, ты ее не воспользовался, теперь больше нет. Такого уровня баги. Погоди, а ты говоришь, компилируется в бинарник, то есть в итоге это все собирается в какую-то экзешку, да? А JavaScript, ну, интерпретатор JavaScript, или JavaScript тоже там как-то прикомпилируется? Нет, не компилируется. Не компилируется, Можно прям в этот ресурс залезть в бинаре, ну, типа, расковырять бинарник, поменять что-то в этом ресурсе, заковырять обратно, будет работать. Окей. Вот, еще из интересного, возможно, так как это редактор квирей с, ну, это не SQL, это полноценная как бы платформа нам предоставляет довольно полноценный язык программирования, и получается, что мы можем квирю преобразовать, транслировать в, в принципе, исполняемый какой-то код. И возможности у нас довольно широкие, из которых мы пока что используем только select from select from select грубо говоря, с операциями типа фильтры, группировки и что-то еще. И, собственно, значение этих операций это экспрессионы, ну, как типа statement в обычных каких-то исполняемых файлах. Вот, и это дело пишется в редакторах с функциями IDE. То есть пришлось разработать текст-like редактор с, ну, будем называть это подсветкой синтаксиса и suggestion ами. Suggestion контекстная, то есть в итоге мы пришли к, ну, пытались прийти сначала к language server protocol и тому, как работает VS Code, но language server protocol текстовый, а редактор у нас не совсем текстовый. Вот разрешить несоответствие между не совсем текстовым редактором и текстовым протоколом было, ну, я не смог. Там, ну, в основном такие какие-то серьезные архитектурные решения я принимаю как бы лиды разработки, а остальные ребята там уже по QML, там еще по мелочи. Вот, и в итоге, ну, чем отличается текстовый от не совсем текстового, ну, грубо говоря, например, много пробелов не поставишь подряд, то есть ты ставишь пробелы, это как бы управление редактором, а не текст, который написан с пробелами, ну, такого рода, или там по-разному токены отображаются, там какой-то токен это редактор календарь, какой-то токен это редактор предустановленное значение и что там еще, но смысл этого не редактирования, короче, да, именно, именно, вот вспоминали структурное редактирование, там статья на Хабре была, это, кстати, хотелось бы иметь, к сожалению, нет таких тузов, я не нашел, хотелось бы иметь для разработки именно структурный редактор, а тут получается маленький структурный редактор для создания квери и попытка распарсить незаконченное, ну, стейтмент, незаконченный то есть как традиционный парсинг берешь, разбиваешься на токены, засовываешь в парсер с какими-то правилами, получаешь в результате АСТ, транслируешь его дальше в любой другой АСТ, который хочешь и так далее, а у нас проблема в том, что АСТ, в общем-то, строить пока что не из чего, ну, точнее, есть какие-то токены, какие-то недописанные и дальше нужно додумывать, а что же пользователь теоретически может туда вписать. И в итоге совсем недавно посмотрел этот видосик автора TypeScript и C-Sharp Хилсберг его зовут, как они делали вот этот вот language server protocol, точно такие же проблемы решали, точно то же самое, то есть по сути у нас немножечко IDE. Кстати, еще один видосик, а потом ссылки пришли, если интересно, лекция вот этого Хилсберга в принципе про проблемы, с которыми они сталкивались, а есть еще отдельный видосик чувака, который разбирает TypeScript компиллер и говорит, что вот значит вот тут вот это происходит, вот тут вот это, вот я тоже посмотрел и видосик посмотрел и там подебажил breakpoint и поставил в самом TypeScript компиллере, ну в итоге я пришел приблизительно к этому, как оказалось, такое любопытное наблюдение, что не боби горшки обжигают и в TypeScript компиллере вполне себе обыкновенный код с обыкновенными переменами, никакого золота, никакой магии, вот такая вот интересная. Ты, говоришь, пришел к этому, то что ты имеешь в виду, куда ты пришел, сам догадался, что это так работает или что? Ну да, то есть итерациями, итерациями пришел приблизительно к тем же концепциям, к той же последовательности действий, что зачем происходит и что какими интерфейсами друг с другом общаются. То есть тут как бы немножечко валидацию себе получил, о чем тоже любопытно поделиться. еще там туллинг сделал из TypeScript, то есть некоторые компоненты пишутся с использованием TypeScript, то есть на TypeScript в принципе не получится написать QML, но получится насовать в TypeScript файл таких комментариев, которые при трансляции после трансляции в JavaScript еще там дополнительным шагом преобразования текстовые это дело сделают из этого QML компоненты. То есть в принципе вот чего еще не хватает в работе с Qtqml конкретно QML это строгой типизации потому что ее не хватает всегда и для этого вот можно использовать TypeScript с некоторыми оговорками. А подожди, вы используете TypeScript и импеляете его в QML получается? В JavaScript а потом этими текстовыми преобразованиями некоторые файлы остаются модулями как JavaScript модули а некоторые преобразовываются в QML со своей разметкой. QML типа сильно отличается от JavaScript или не сильно? Нет, не сильно он ну вот представь себе JSX вот почти то же самое что JSX я бы с удовольствием писал бы на JSX или там что там TSX да можно же писать JSX на TypeScript наверное наверняка придумали уже вот единственное чего я ну да единственное чего я так и не придумал как запихать ну типа чем TSX может отличаться от QML это тем что насколько я понял в концепции JSX в принципе нет возможности сослаться на другой компонент поправь сослаться в смысле в каком смысле сослаться включить можно другой компонент нет на инстанцированный компонент то есть вот у тебя рисуется дерево 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 у какого-то из внутренних компонентов ты говоришь что айдишник вот такой-то а где-то снаружи ты говоришь что у этого ширина такая как у айдишник точка ширина я помню в реакте был раньше были рефы они как-то были очень просто сделаны типа пишешь реф тебе дают вот дом ноды тебе потом они такие это неправильно короче и запретили ага и оставили юз реф хук оставили юз реф которые говорят что ну соки ты уже засовываете и фокус туда тоже собственно засовываете хотя фокус в принципе не невозможно сделать декларативно хотя и очень сложно ну реакт не лаяутилка так что можно понять почему они не любят это дело в принципе даже когда был реф это надо было где-то в каком-то обработчике все-таки в джаваскриптовом виде ну типа в джаваскриптовой функции уже делать реф точка что-то там а тут получается можно забандиться и просто ширина этого это ширина того когда ты тому ширину меняешь все автоматически меняется через те же байнинги и вот этим лаяутилка в каких случаях это нужно например в случаях лаяута в случаях того что вот при изменении ширины мы там окошко увеличиваем уменьшаем скрываем некоторые компоненты некоторые компоненты показываем выравнивание относительно какого-то компонента ширина относительно какого-то компонента и расположение относительно какого-то компонента то есть тоже там возможность есть такая что у этого компонента левый край это правый край того компонента. Ну, ты понял. Суперудобная штука. Не захламляет код, если не переусердствовать с этим делом. И вот просто не знаю, что-то как-то приятно с этим делом иметь. Это просто, кстати, поинт, надо подумать. Ну, это больше похоже, наверное, на сенграф, наверное, такая концепция есть. Когда ты ноды непосредственно с другими нодами связываешь, ну, типа, в доме у тебя же все это вложенные контейнеры, контейнер в контейнере, в контейнере. Если ты хочешь сделать что-то, одну кнопку относительно другой, это значит, что они должны быть в контейнере. Понятно. Ну, тут то же самое, просто леяутилка это предусматривает. Леяутилка дает возможность такое сделать. Ну, и опять же, не хватает структурного редактора для того, чтобы, ну, вот сейчас руками меня, которому некогда, и двух разработчиков, которые, возможно, не везде сразу глубоко разбираются, зато делают, деливерят быстрее. Получился огромный кодбейс, в котором черт ногу сломит. Вот это вот засунуть бы в какой-нибудь структурный редактор, и чтобы оно понарисовывало стрелочек между компонентами, вот это было бы замечательно. И мечты о таком компоненте меня и вышеупомянутого товарища посещали уже много-много-много лет, но, к сожалению, пока что ни готового, ни сил на свое приложение такого рода не получилось. Не нашли и нету. Есть Куму, прикольный редактор. Знаешь, такое? Как? Куму. Куму? Наверное, в тех, с КМЛ, с Китейнером. Не-не-не, это уже не про КМЛ, это уже так, типа, мысли философские, и в данном случае про редактор графов. То есть, Куму – это чистого рода просмотрщик и редактор графов, в котором можно настраивать вьюшки, что вот хочу видеть ссылки такого типа и такого типа, между нодами такого типа и такого типа. И, в принципе, неплохо было бы, но, к сожалению, там не хватает одной важной для меня, допустим, вещи, это чтобы стрелочка приходила в какое-то конкретное место ноды. То есть, ну, грубо говоря, если это проперти, если это класс диаграмм, то чтобы стрелочка приходила напротив конкретной проперти. Если бы там такое было, это был бы очень замечательный редактор графов. Но он и так замечательный. Скинешь потом название, потому что я сейчас не могу нагуглить на слово. Да, конечно. Хорошо. Вот. Может быть, у тебя какие-то мысли появились по поводу этого всего. Да нет, не особо. Ну, то есть, очень интересно было послушать. Во-первых, как бы, я вообще не представляю свой Qt и мир Qt. Вот, видишь, что можно сделать похоже, как веб. Да, да, да. Это ж вот в том-то и дело, что это не Qt, а QML. А сам Qt, это... Ну... В какой-то... В какой-то... А, это у тебя же в комментариях было не только... По-моему, не только на Хабре такое писали. У тебя в комментариях писали, что этот дутнет для бедных, в смысле, что там от чистых плюсов не так уж и много. Там очень большая библиотека самого Qt. И ты, по сути, пользуешься динамическими списками, динамическими хешмапами, не поделяешь память. Ну, такое. Типа, более приятное, но все еще плюсы. И, кстати, есть такая тулза, которая называется Tableau. По-французски таблица. Возможно, ты слышал тоже. Тулза для дата-анализа. Ее там недавно купили за какие-то фантастические миллиарды денег. Она на Qt написана, не на QML. Мы сначала обрадовались, думали, если они такое могут, значит, и мы такое сможем. Но нет. Они такое немножко в другом ключе смогли. Они это смогли на Qt, как и, в общем-то, Telegram. Погоди, погоди. Вот это интересный момент. То есть ты говоришь, что есть разница между тем, писать на нативном Qt и на QML. А в чем разница? Я так понимаю, что... В нативном Qt либо нету, либо гораздо сложнее концепция. Ну, во-первых, декларативное... Ты лишаешься декларативного описания интерфейса на удобном языке. Во-вторых, ты обязан писать всю логику, опять же, на плюсах, что местами тяжело. И, в-третьих, бандинги там, в принципе, существуют, но тоже настраиваются гораздо сложнее, чем property двоеточие другая property. Не-не-не. Мне показалось, что ты говоришь, что они смогли это написать на Qt, то есть у Qt больше возможностей по сравнению с QML. Да, я думаю, что больше. А, то есть сложнее... Ну, а разницу ты перечислил именно, что сложнее писать. Но еще и возможности какие-то недоступны, да, ты думаешь? Я думаю, да. Я думаю, что... Ну, и еще разница в том, что Qt весь компилируется, а QML, я так понимаю, что вполне себе интерпретируется JavaScript-движком немного по патчинам. А там все остается чисто на плюсах. Все статически, все скомпилировано. Типа быстрее. Я уверен, что да. И в обоих случаях, если я правильно понимаю, опять же, все это дело выливается в OpenGL-ные вызовы. То есть, что там на выходе OpenGL, что там. Ну, и Vulkan, по-моему, в новых версиях уже можно использовать. А что, кстати, с кросс-платформенностью вы на Mac-ах пробовали запускать? Ну, на Mac-ах я разрабатываю на Mac-е. Ребята, там, некоторые что-то там себе смотрят это дело, как это взаимодействует с другими компонентами на Linux-е. Другие ребята разрабатывают на Windows-е. Выглядит везде одинаково, работает, ну, практически одинаково. там единственный вопрос с хидпием, он как-то странно немножко работает, но хидпием много где странно работает. И... ну, короче, пока что такие рабочие вопросы пытаемся решить замыливание вектора на хидпием, вот такое. Но это, я так понимаю, везде плюс-минус есть какие-то свои детали, свои проблемы, а на каком-то более высоком уровне в целом сложилось достаточно неплохое впечатление. это все работает на эмбеде, например, ну, в смысле, не у нас, а вообще возможна работа на эмбеде, то есть, куда не засунешь хром. Они, собственно, этим довольно сильно размахивают. И нету привязки к API конкретного ОС. Это не только плохо, но и хорошо, не только хорошо, но и плохо. То есть, если нужны нативные компоненты, это, насколько я понимаю, не оно. Да-да-да. Прикольно, что-то прикольно. Не, ну, как бы, как альтернатива хрому, да, конечно, звучит суперклассно. Интересно, почему, типа, его никто не выбирает толком. Мне тоже. На самом деле, Telegram китешный, вот им невозможно же пользоваться, он такой отвратительный. Просто капец. А что тебе там не нравится? Ну, он какой-то весь, какой-то кондовый, что-то там, знаешь, вот скролл какой-то корявый, ну, типа, не знаю, на Mac'е у него неправильная скорость скролла просто. Типа скролишь, он не скролится. Вот, ну, и как-то он похуже выглядит, как будто, вот что, нативный. Похуже или получше, это вопрос на самом деле то, как нарисовать. То есть, он не использует нативные вопросы, поэтому, как нарисуешь, так и будет. А вот насчет скролла, знаешь, немножечко похоже на проблемы с самим Qt. То есть, везде, где оно какое-то такое немножко крепое, вот тут вот уши торчат у Qt, а в нашем случае в Qt чуть-чуть больше ушей. Но, типа, эти уши в браузере точно есть. Я тебе с уверенностью заявляю, что всякие уши такие, вот где криво что-то работает, они в браузере есть. Это если сравнивать с разработкой в браузере. Если React Native, ну, тут уж не знаю, тут уж не пробовал, наверное, слово Native там не просто так. Нет, да, да, ну, как бы, блин, хорошая тема, хорошая. Интересно, интересно, что у них с пиаром, почему он не взлетел, типа, он же раньше электронно появился, насколько я понимаю. Гораздо раньше. Вот, и что, типа, может, может, и такой хайповый появился. Ну, да, мне тоже кажется. Возможно, ты знаешь, почему не взлетел, либо, опять же, тоже недостаточно хайповый ВПФ, потому что, мне кажется, это птица приблизительно одного полета. Вот почему, по-твоему, ВПФ? Я тоже не знаю. Мне кажется, что история может быть похожая. Ну, ВПФ, в смысле, он чисто под винду, правильно, то есть, у него не было шансов, что разработчики на маках сидят, хочется писать. Поэтому. Ну, вот писать на этой штуке на маке пока что более удобно, чем на винде. Работает приблизительно одинаково везде. Ну, прикольно, да, надо, блин, не знаю, попробую я или нет, дойдут ли у меня руки, но... Смотри, если тебе было попритно, ты можешь какой-то Hello World просто, типа, из головы в двух словах написать, как бы ты, типа, типа, как ты видишь какой-то Hello World, а я тебе приблизительно написал бы, как это будет выглядеть в QML, и ты увидишь эти концепции, типа, если тебе любопытно, можно таким образом быстро с ним ознакомиться. Потому что я уже на этом пару собак съел, и, в принципе, мне кажется, могу с уверенностью об этом говорить. Окей, окей, да, ну, надо будет, надо будет выглядеть. Но меня, на самом деле, больше всего интересует, что из этого получается. Ну, на QML тоже надо будет посмотреть как-нибудь. Ну, вот, интересно. Как всегда, есть плюсы, есть минусы. В принципе, ничего критичного такого, чтобы не использовать, это, допустим, в нашем проекте я пока что не нашел. А у вас, кстати, по перформансу у вас там довольно жесткая, так представляю, да? То есть, таблица, она большая или нет? Таблица большая, но эту, как бы, проблему берет на себя промежуточный слой, такой себе middleware, который погенирует и отправляет на клиент одну страницу размером, там, допустим, тысячу строк. И на клиенте больше тысячи строк не бывает. Просто табличная модель говорит вьюшке, что во мне там 150 тысяч строк, и когда мы скролли, она говорит, ага, вот, значит, строки вот эти запрошены, мы отправляем на промежуточный вот этот вот слой запрос дай мне эту страницу, он возвращает, это происходит практически мгновенно. Ну, вот, кстати, еще из торчащих ушей, раз уж такое вспомнилось, на больше, чем 200 тысяч строк. Ну, эта таблица, конечно же, виртуальная, то есть вьюшка, которая отображает это дело, инстанцирует только количество строк, видимых на экране, плюс там несколько сверху, несколько снизу, но она это делает, ну, потом их расставляет в какие-то места по относительным координатам, и начиная там с каких-то 200 тысяч строк по, вылезают ошибки округления флота, судя по всему, и эти самые рамочки между строками начинают быть посередине строк. И вот, если я правильно понял, это починить вообще никак нельзя. У нас была такая штука, короче, да-да-да, мы делали редактор, типа, у нас был свой рендер, и это вообще супер-мометично, типа, ты вставляешь файл, что файл, там, типа, 200 тысяч строк или 500 тысяч строк, типа, файл-то прожевывается, ты скроллишь самый конец файла, и там начинают скакать буквы, типа, и что за херня, потому что там, да, все с флотом, типа, и координаты там складываются, потом вычитаются, и типа, короче, на самом деле, типа, эта штука, конечно, должна фикситься, мне кажется, вот в самом скролл-вью, а не где-то еще, но, короче, да, был такой баг, ну, особенно, знаешь, ты такой думаешь, я схожу с ума, что ли, ну, и еще думаешь, типа, это, знаешь, как спускаться куда-то в ад там, типа, чем дальше ты идешь, ты не знаешь, что там будет, а тут черти начинаются какие-то, знаешь, спецэффект, ты скроллил до 500 тысяч строк, залогификация текста начинается, да, 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 о, это вообще отличные баги, да, вот, я на самом деле поставил, а сейчас только что кутешный телеграм, и я, может, конечно, зря на него гнал, может быть, я немножко им попробую, но, наверное, я, короче, на него гнал, потому что у меня, типа, на маке маковский, а на винде кутешный, и мне не очень нравится, как он на винде выглядит, но, с другой стороны, я и на виндой-то особо не пользуюсь, поэтому, может быть, там все продолжение так выглядит, поэтому, это, короче, скорее всего, это нечестная претензия, я ее не хочу, чтобы она тут осталась, поэтому, может быть, честная, но, типа, у меня не готов еще судить на тему того, пока вроде выглядит прилично, да, вот, ну, там еще вот этот, вот, материал дизайн, там вот это все, ну, пока вроде ничего, вроде прилично выглядит, а я, на самом деле, про скролл тоже, наверное, зря нагнал, так что это, посмотрим. Да, вот вспомнилось еще отдельно про веб, Qt можно скомпилировать, веб-ассамбле. Ну, это, да, для экстра, это, как сказать, сумасшествия. Да. Да, прикольно. Ну, это, кстати, хорошая штука, что, и они будут рендериться через, наверное, через WebGL, наверное. Да. Ну, в смысле, у них прям, по-моему, на этой самой, в документации где-то есть примеры, в смысле, в браузере уже можно запустить китэшное, скомпилированное, туда засунутое приложение, и, да, отдельным сумасшествием будет туда затолкать еще и движок, отдельный движок JavaScript, чтобы он QML выполнял. да, 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 Ну, прикольно. Я вот это, на самом деле, не очень понимаю, но это не единственный, мне кажется, этот самый UI-ный фреймворк, вот, Flutter тоже что-то там пытался, мы тоже компост-ка делали, и все начинают, типа, вот, начинаешь делать дисктопный фреймворк, и сразу, а можно его браузер расслать, а можно его браузер расслать, типа, зачем, чуваки, мы, говорят, пытаемся убежать из браузера, нахрена его засовывать, блин. Ну, это, это не только среда выполнения, это среда деливеринга. Да, да, ну, мне понятно, ну, блин, с одной стороны, понятно, зачем, но с другой стороны, мне, ну, честно, вот, кажется, для нормальных, серьезных приложений, да, вот, вот эта вот возможность, короче, открыть ссылку, она, ну, она прикольная, первые 10 секунд, а потом ты такой, ну, открывается, и пошел, и поставил себе приложение, вот, ну, или не открывается, ну, хрен с ним, типа, ну, не посмотрел ты ссылку один раз в жизни, ничего с тобой не случится. Ну, там, фигму, например, можно кидать ссылки, но, не знаю, насколько это определило ее успех, на самом деле, можно сказать, что в какой-то степени определило, но мне это не очевидно, скажем так, что прям вот ее успех. WS Code вот прекрасно работал как дисктопное приложение без веб-версии. Вот недавно они умудрились его тоже запихнуть, но, опять же, типа, нужна ли она кому-нибудь, вот у меня какой вопрос. Не знаю, короче. Да, вопрос открытый, но с приложениями на электроне я пока в основном предпочитаю закладкой в браузере, ну, кроме WS Code. То есть, какой-нибудь там Rocket, Figma, они у меня в браузере. Ну, потому что, наверное, это второстепенное для меня приложение, первостепенное, наверное, действительно лучше стендалон. Да, я Slack тоже долгое время любил открывать в браузере, потому что ты его закрыл и забыл про него, и очень удобно. Вот. А потом, короче, он звонки не поддерживает, и пришлось ставить в десктоп. Так-то да, конечно. Ну, типа, и он переиспользует ресурсы браузера, а не создает свой инстанс браузера, что, в принципе, удобный и логичный. Поэтому, ну, что, давай закругляться, наверное, очень хорошо. Да, да, в основном я все рассказал, если вдруг это кто-нибудь еще увидит и хочет поучаствовать в этом сумасшествии, Это не единственное сумасшествие, которым мы занимаемся. Там у нас куча проектов, куча прикольных языков. Бывает, что и Испы бывает, что и вот эта ИПЛ-образная чепуха. Так это не скажу, как вы называетесь, куда писать, тебе писать? Мне писать. Ну, типа, компанию никто не знает, сайта как такового тоже нету, потому что никогда не было нужно, просто все, кто надо, знают. Хорошо. Ну, классно, было очень интересно на самом деле узнать про QML, такой, знаешь, параллельный мир, про который никто особо не говорит, и это, да, а у вас там неплохо, наверное, судя по рассказу. Достаточно неплохо, то есть для меня это тоже параллельный мир был, пока я с ними познакомился, и именно с такого, типа, с взгляда со стороны, с позиции взгляда со стороны я могу сейчас это рассказывать, потому что я тоже из веба, и я могу в первую очередь на веб ориентироваться, чтобы сравнивать. Да, классно, классно, классно. Ну, ладно, что пришел. Супер, спасибо, что выслушал. Пиши, Давай, пока, пока.